Тверская земля Ржев, Сычев, Казубцов Это все арены кровопролитнейших боев Поисковый отряд «Надежда» стал партнером компании «Варгейминг» В реализации глобальной программы «Помним все» Поисковикам приходится работать в достаточно сложных условиях Жарко, влажно, много комаров, мошкары Прошлой зимой, по информации от местных старожилов Нашими коллегами из Волоколамска В ходе нескольких разведок было найдено это место По найденным обломкам сразу было установлено Что это советский штурмовик Ил-2 В прошлом году житель деревни Праслова Которого случайно встретили в деревне Когда искали другой самолет На вопрос о том, есть ли здесь самолет И сказал, да нет никаких самолетов Ну вот вроде бы в ручье, который протекает через деревню Денежная Ему попадались детали Но детали непонятного происхождения Из этих деталей один из местных жителей делал какие-то поделки Вроде санок там и всего остального Он сказал, что найти его будет легко Потому что самолет находится прямо в русле ручья Ну что, собственно, и подтвердилось Просто местность здесь достаточно труднопроходима Из-за того, что бобры все запрудили И много завалов В самый первый приход, когда я сюда пришел Я понял, что, значит, самолет взорвался Потому что были детали брони разорванные взрывами Это место известно тем, что в августе 42-го года Здесь была, погорела городищенская операция В ходе которой части 20-й и 31-й армии Северо-Западного, части Калининского фронта Прорвали немецкую оборону И на несколько десятков километров отбросили немцев Потери были колоссальные В том числе среди авиации Например, только за август 42-го года Боевые потери 1-й воздушной армии Среди штурмовиков составили 198 самолетов Ил-2 После того, как закончилась погорела городищенская операция В сентябре в первых числах началась Ржевско-Сычевская операция Попытка уже не первая ликвидировать ржевский выступ Опять наши штурмовики Несли достаточно существенные потери Порядка 60 самолетов Ил-2 было потеряно за сентябрь 1-й воздушной армии И в начале декабря началась третья Сычевская наступательная операция Операция «Марс» Известная в литературе В исторических источниках И опять части 1-й воздушной армии Прикрывали наступление И несли огромные потери Очень часто здесь проходил Отдыхая на охоте Местность очень хорошо знаю Даже возможно находил Железку Но не обращал внимания Что это самолет И вот побывав на местности Я очень был удивлен Что столько лет пролежав И мало кто знал Об этом самолете И историю его Но нам пришлось Выкосить здесь всю траву Обследовать окрестности С металлоискателями А также разобрать Бобровую плотину Высотой порядка полутора метров Только после этого Мы смогли скачать воронку Основное место Скопления обломков самолета Ну, после скачивания воды Разбора самой воронки основной Мы были несколько расстроены Потому что Обломков было очень и очень мало То есть место было рядом Со старой дорогой И конечно Основная часть обломков Ушла на металлолом Но тем не менее Мы не теряли надежды И в результате Вот Среди Немногочисленных Находов Есть Куски Бронеспинки Летчика Бронекапсулы Некоторое количество Нестрелянных гильз От авиационной пушки Виа-23 Сорок первого года выпуска Был найден Обломок Плексигласа От кабины Выхлопной патрубок Вот Кроме этого Вот такая створка От аварийного Открывания Бомболюков То есть Это створка От которой Тросик отходил Вот Среди Опознаваемых Обломков Кроме этого Нами был найден Вот От вооружения Крышка От пулемета ШКАС Часть группы Работала В самом ручье В самой яме Несколько человек Обрабатывали Площадь Вокруг С металлодетекторами И Был Обнаружен Вот Такой Вот Бронелист На поисковом Сленге Его обычно называют Жаброй Который стоял С двух сторон Мотора Для охлаждения 45 26 Вот он номерок Довольно Хорошо видно Что поверх серой краски Стоит Черный Трафаретный номер 45 26 Удача Нам сопутствовала И Дальше оставалось Надеяться Что в той базе данных Которая нами Сделана На основании Центрального архива Министерства обороны Этот номер Проходит Есть номер Да ладно Есть номер 40 Сейчас подожди 45 45 26 В Среди документов Среди документов 233 Штурмовой дивизии Не обнаружено Сейчас пройден Определенный этап И нас ждет Архивное исследование О судьбе Младшего лейтенанта Сергеева Командира звена 62 Штурмового полка Если Вам Что-то известно О судьбе Фронтовой Или Может быть Послевоенной Если Летчик Сергеев Остался жив Мы Просим связаться с нами Или с нашими партнерами Компании Wargaming У компании Wargaming Есть программа Помним все Которая в том числе И про нашу поисковую работу Поисковая работа Далеко не всегда Ограничивается такими инструментами Как лопата И металлодетектор Значительная ее часть Ведется в архивной тишине Вот и на этот раз Вернувшись с места падения самолета Мы обратились к экспертам и документам Эксперт-антрополог Денис Валерьевич Пежемский После тщательного изучения останков Вынес однозначный вердикт Костные останки Не принадлежат человеку Архивные документы Эту версию подтвердили А завершающим штрихом Прояснившим историю Боевой машины И ее пилота Стал поисковый запрос в интернете Старший лейтенант Сергеев Оказался известен Даже в Википедии В августе 42-го года Он был сбит зенитной артиллерией Совершил вынужденную посадку Но вскоре вернулся в строй А спустя год За бои на Курской дуге Летчик-штурмовик Был представлен к званию Героя Советского Союза И успешно громил врага До самой победы Так, совокупными усилиями Множество неравнодушных людей И благодаря поддержке программы Помним все Перед нами развернулся Еще один эпизод Боевого пути Летчика-штурмовика Героя Советского Союза Старшего лейтенанта Сергеева Хотя с тех пор и прошло Ровно 72 года Но мы помним все Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова